Хищение и кражи, мошенничество. Эти и другие преступления в Чистополе оказались наиболее частыми. В целом, обстановка в городе и районе является сравнительно благополучной. Более 400 человек оштрафованы за несоблюдение правил дорожного движения. Среди них и автолюбители, и пешеходы. Восемь водителей лишились своих удостоверений в результате управления автомобилем в нетрезвом виде. С такой статистикой за прошедшую неделю были ознакомлены руководители организации городских служб на утренней планерке в администрации. Глава муниципального района Дмитрий Иванов заострил внимание на деятельности Центра занятости населения. Как подчеркнул его руководитель Владимир Пономарев, ситуация на рынке труда остается стабильной. Показатели на сегодняшний день ниже республиканского уровня. В этом году зарегистрировано 250 человек, потерявших работу. В основном это люди в возрасте от 30 лет. Новостью стало то, что для граждан, которые только первый год являются безработными, размер ежемесячного пособия будет увеличен. В целом же на сегодняшний день в Центре занятости населения имеется больше 200 вакансий, которые, к сожалению, в большинстве случаев не соответствуют потребностям и спросу безработных, зачастую имеющим высшее и профессиональное образование. Не менее остро прозвучала проблема об эпидемиологической обстановке в Чистополе. Как говорят санитарные врачи, купание в Каме снова находится под запретом, поскольку все микробиологические показатели в пять раз превышают все допустимые нормы. Инфекции содержит и сам так называемый пляж, поэтому горожанам лучше избежать купания в городской зоне. Говоря же об общей заболеваемости среди населения, было отмечено, что паразитарных и грибковых инфекций зарегистрировано в этом году намного меньше. То же самое касается выявляемости больных туберкулезом, педикулезом. Меньше стало обращений, связанных с укусами собак и заражением людей мышиной лихорадкой. Зато острой проблемой сегодня стоит вопрос обработки от комаров жилых домов, особенно тех, которые расположены близко к лесным массивам. Глава Дмитрий Иванов призвал руководителей отозваться на просьбы горожан и помочь с организацией.